Здравствуйте! Сегодня поговорим о внесении в некорневой подкормки по листьям винограда. Для чего это необходимо? Чтобы лозы винограда хорошо могли противостоять внезапным первым заморозкам, которые в последнее время, как мы знаем, наблюдаются. Побеги винограда не спят, растут и все тянутся выше и выше. В этот период времени, это уже вторая половина лета, необходимо внести дополнительные некорневые подкормки по листьям винограда с преимущественным добавлением фосфора и калия. В данном случае это комплексное удобрение диамофоска азота 10, фосфора 26 и калия 26. Но если азота еще меньше где найдется, то это еще лучше. Диамофоска добавляю на ведро 20 грамм. Но чтобы увеличить количество калия, я еще добавляю 15 грамм калиемагнезии. Калия 32 и магния 12. Это будет в дальнейшем давать вкусовые качества самого винограда. И калий, как мы знаем, предотвращает от вымерзания лоз винограда. Еще сюда я добавляю микроэлементную добавку. Она так и именуется. Сюда входят кальций 15, магний 6, сера 12%, железо 0,5%, бор 0,2%, медь 0,02%, цинк 0,25% и марганец 0,11%. Кто не хочет добавлять химические удобрения и химические разные добавки, то можно сделать обыкновенный настой на золе. Золу берут ведро золы и ведро воды я беру, настаиваю, потом фильтрую. И получается вот такая конституция светлая. Фильтрую, соответственно. Эту жидкость, полученную путем настоя золы и очень обогащенную разными микроэлементами, берем 250 грамм этой жидкости на 10 литров воды. Я добавляю ее и потом по листве все это опрыскиваю. Очень хорошая добавочка получается. По листве так опрыскиваем мы ее и по ягоде, по листве, и она обогащается разными микроэлементами. В зольном настое очень много разных микроэлементов, которые способствуют полному и хорошему развитию побегов винограда и обогащению их зеленой массой, от которой порой сильно жирует. Чтобы этого не происходило, то дополнительно мы нагружаем ростом еще дополнительных пасынков на этих побегах. От этой некорневой подкормки по листьям побегов винограда многое зависит от закладки будущего урожая. Чтобы обеспечить себя на будущий год хорошим урожаем, необходимо сейчас, и именно сейчас, внести необходимое количество фосфорно-калийного удобрения. Фосфор, мы знаем, что способствует закладке плодовых почек на следующий год, улучшению завязи будущего урожая. А калий необходим для устойчивости перенесения заморозков и при хранении в зимний период времени противостоять вымерзанию почек и лоз. От этого многое зависит под урожай закладки будущего года. Вот и все. Надеюсь, это видео было полезным. Кому понравилось, палец вверх. Если кто знает более лучшую, или так сказать, интенсивную фосфорно-калийную подкормку, пишите внизу в комментариях. Буду рад почитать, перенять опыт. Всем спасибо. До новых встреч. До свидания.